Всем привет, YouTube family! Welcome to this new video! Сегодня, как вы поняли, по названию мы разберем все советы, фишки, трюки и лайфхаки, которые помогут вам изучить английский легче и быстрее. Все эти вещи, которые я узнал сам для себя по ходу моего личного изучения и по ходу преподавания. Это все эти вещи, о которых учителя не говорят и как бы я хотел, чтобы мне кто-то рассказал об этом, когда я только начал изучать английский. Но, к сожалению, мне никто не мог помочь с теми конкретными знаниями, языковыми умениями, которые мне были нужны. Поэтому я очень рад, что я могу рассказать вам все, чтобы ваши первые шаги в изучении английского языка были успешными. Поехали! Первый совет это как можно раньше начните заниматься произношением. Я сейчас не говорю про полное устранение акцента, я говорю просто про хорошее произношение. Если у вас плохое произношение, но там, например, хорошая грамматика, вас все равно не поймут. Даже если у вас плохая грамматика, вы говорите, ну, совсем наломанным английскому, а произношение у вас на месте, шансы, что вас поймут, намного выше. Чтобы начать это делать, во-первых, вам нужно определиться, на каком диалекте вы хотите говорить. И это все будет зависеть от, в первую очередь, ваших целей. Зачем вам нужен английский язык, для чего вы его вообще учите, с какой целью вы это вообще начали делать. И если после того, как вы подумали, все равно у вас нет в голове каких-то специфичных предпочтений именно страны, и диалекта английского языка, то я от себя всем всегда рекомендую американский английский язык. Он самый распространенный, самый популярный, его понимают во всех англоговорящих странах. С ним вы точно не промахнетесь. Вы, наверное, думаете, что слова, которые похожи на русском и на английском языке, это как какой-то бесплатный бонус, а что на них совсем не нужно тратить время, что не нужно их проходить. Они есть, я их уже знаю, и все нормально. Но вы удивитесь, что на самом деле ситуация абсолютно противоположная. На них вам нужно обращать особое внимание, потому что они избивают вас с толку, они путают вас и они портят общее впечатление о вас, как о английском языке. Я вам сейчас просто приведу пример. Я делаю это видео на YouTube. Торчит, сильно торчит и выделяется. Или, сегодня холодно, поэтому я надеюсь, что я надеюсь, что я надеюсь, что я надеюсь, что я надеюсь. Они торчат, они выделяются, у них либо неправильное произношение, они заставляют нас произносить их неправильно, либо как в слове sweater, свитер, там совсем, ну, другие звуки. Номер три. Думайте на английском языке сразу, а не переводите в голове. Конечно, здесь не все так просто, особенно, когда вы только начинаете. И здесь дело больше не в самом языке мыслей, а в том, как вы их строите. И вам, естественно, нужно привыкнуть к тому, как строятся мысли на английском языке. И хорошее общее правило для всех. В этом случае это упрощайте все. Когда вы думаете на русском языке, вам нужно значительно упростить вашу мысль до того, как вы будете пытаться ее выдавать на английском языке. Например, предложение. Важные умения в английском языке делятся на два типа. Активные и пассивные. Начинать переводить такое предложение точь в точь, как вы придумали у себя в голове, будет сложно. И, возможно, вы выдадите что-то такое. И это круто, это хорошо, это, конечно, уровень уже повыше, но это звучит немножко неестественно. Нужно упрощать. Вместо того, чтобы говорить, важные умения делятся на, можно сказать, просто существует два вида английских умений. Вот так уже намного лучше. И у вас происходит постоянно конфликт в голове, потому что вам кажется, что если вы сильно упрощаете на русском языке, звучит дебильно, на английском тоже будет слишком примитивно, но на английском чем проще, тем лучше. То есть наоборот. И это вот этот конфликт у вас в голове, который вам нужно немножко успокоить. Итак, давайте проанализируем это предложение, которое я нашел из интернета. Это научное исследование, поэтому язык здесь немножко формальный. The research by American authors from Oakland University and California Polytechnic State University used a simulation approach to model the progress of an epidemic in a network where the connectivity of each individual changed over time. Давайте забьем это все в Google-переводчик и посмотрим, что он нам сейчас покажет. В исследовании, проведенном американскими авторами из Оклинского университета и Калифорнийского политехнического государственного университета, использовался имитационный подход для моделирования развития эпидемии в сети, где возможности подключения каждого человека менялись с течением времени. Видите, даже корявые онлайн-переводчики научились неплохо менять структуру предложения, имея в виду все вот эти вот лингвистические особенности самой структуры предложения. Конечно, тут есть проблемы, типа возможности подключения каждого человека, это вообще не то. Но смотрите, давайте посмотрим на оригинал этого предложения еще раз, на английскую версию, и сделаем дословный перевод сами и поймем, как само предложение построено. Исследование, грубо говоря, от американских авторов из Оклинского университета и Калифорнийского политехнического государственного университета использовало симуляционный подход, чтобы смоделировать прогресс эпидемии в сети, где соединенность каждого, скажем, индивидуума менялась со временем. И возможно мой перевод на русский язык звучит не совсем корректно по-русски, но я оставил одну очень важную часть этого предложения, которую Google у меня убрал просто. Смотрите, если мы возьмем наш гугловский перевод, скопируем его сейчас, поменяем языки местами и вставим его обратно, у нас меняется предложение опять. Близко. А если мы попытаемся сделать это сами, в голове, если мы придумали вот это предложение, в исследовании, проведенном американскими авторами, вот эта часть многих заведет в тупик. Уровни повыше могут сказать Но с этим дословным переводом мы не даем самому слову research быть подлежащим, как в оригинале предложения. Тогда вся структура предложения просто летит к чертям, и нам придется делать авторов, вот этих американских авторов подлежащим предложениям. То есть будет что-то вроде такого. Без «they» это предложение не имеет смысла, а многие студенты языка переведут его без «they» и скажут что-то вроде Сказуемое «used» не имеет подлежащего. Предложение построено неправильно. Упрощайте все ваши мысли, когда вы думаете на русском языке, следите, чтобы у вашего предложения было подлежащее и было сказуемое, чтобы между ними была связь. И самое главное, не заворачивайте свои мысли в какие-то суперкрасивые предложения, потому что английский язык, он очень минималистичный. Чтобы говорить на английском красиво, вам не нужно применять всякие крутые обороты. На самом деле, 90% случаев, когда мы говорим о носителях и не трогаем совсем грамматику, хорошего носителя от плохого будет отличать лексика, которую они используют, а мне разные обороты. Какой красивый мужчина. Очень красивый. Вот он вам звуков наделал. Все. Номер 4. Изучение английского языка – это экшен-фильм. Это боевик, это не детектив. Вы не Шерлок Холмс, вы – Человек-паук. Вы не должны сидеть и собирать улики, ждать, пока у вас выстроится полная картина произошедшего, чтобы что-то сказать. Вы бросаете себя в весь экшен. Вы бежите и летите просто с головой во все действие, иногда даже не подумав, и разбираться будете по ходу. Каждое новое грамматическое правило, каждое новое выученное слово в английском языке должно проходить ваш личный краш-тест. Вы должны поставить себе задачу применить и попробовать это правило или это слово как можно больше с момента изучения теоретической части. Английский не учится молча, вы всегда должны с ним что-то создавать. Писать или говорить – вы только так научитесь. Только так вы сможете обогатить ваш активный словарный запас и только так вы сможете довести все грамматические правила до автоматизма, чтобы потом не было проблем. Чем раньше вы начнете это делать, тем быстрее и проще весь этот путь для вас будет. Номер 5. И когда я сам до этого дошел, я очень удивился, что я раньше к этому не пришел. Но не забывайте учить что-то еще помимо вот этих вот учебников и стандартных вещей, слов. Позвольте, так сказать, вашему любопытству стать вашим учителем. И не бойтесь учить что-то вне вот этих вот стандартных вещей базы. Это, конечно, очень хорошо, но пройдитесь по увлечению. Не забывайте поучить то, что вам интересно. Музыка, автомобили, компьютеры и гаджеты и тому подобное. Не забывайте про эту важную часть изучения языка. Так вам будет намного интереснее и будет больше мотивации. Изучайте вещи, о которых вы уже любите говорить. Изучайте ваши хобби еще глубже. Но через английский язык это, конечно, уже дальше, когда вы зайдете дальше по уровню английского языка. Но если вы владеете каким-то умением, у вас есть какое-то хобби, узнайте, как это все по-английски называется. Номер 6. Не бойтесь заимствовать у кого-то какие-то слова или фразочки. Если вы услышали от носителя какое-то интересное слово или прикольную фразочку, берите ее и используйте сами. И здесь сериалы и музыка вам очень помогут. Например, в треке Eminem'a Zeus есть такое слово, такая фраза wishy-washy. Берите и втыкайте куда хотите в вашу речь. Или вот следующий шаг. В этом же треке есть фраза И вы можете вместо монстров и клозет просто поставить два пробела и вставлять, что хотите туда. Вы окружены таким огромным количеством информации, что выучить английский и своровать у всех по фразочке или по слову не будет для вас проблемой. Следующее это обязательно. Что бы ни случилось, делайте хоть что-то для вашего английского каждый день. Эта дисциплина как раз таки и поможет вам двигаться дальше, не останавливаться и выходить на уровни все выше и выше. Даже если вы будете учить одно новое слово каждый день, даже если вы что-то будете слушать или что-то читать, даже если вы ничего не понимаете, это все не зря. Вы привыкаете к языку, развиваете слух и тем самым работаете над вашим восприятием. Плохой тренировки не бывает. Любая деятельность пойдет вам только на пользу, поэтому не отговаривайте себя от даже самых маленьких вещей. Ну и последнее. Если вы стесняетесь своего английского и из-за этого даже не пытаетесь практиковаться, самый лучший совет, который я могу вам дать, это найдите людей, которых вы вообще не знаете. Вы можете даже тут в комментариях найти. Полная свобода. Человек вас абсолютно не знает в реальной жизни. Вы можете притвориться кем угодно. И я это к тому, что если вы по жизни человек стеснительный, то вы можете притвориться вашей любимой звездой, актером, блогером, музыкантом, когда вы разговариваете по-английски и практикуетесь. Практика с незнакомцем – это очень мало стресса. Вам, в принципе, все равно на мнение этого человека. Вы не боитесь осуждения со стороны полного незнакомца. Это полная свобода. Вы сможете, наконец-то, почувствовать именно. Вы сможете, наконец-то, почувствовать эту свободу. И, в свою очередь, человек, с которым вы практикуете, почувствует эту свободу тоже, но по-своему. Это невероятное средство для практики. Если вам понравилось все то, о чем я говорил, то я приглашаю вас на очередной запуск моего суперпопулярного марафона от elementary до intermediate. В этом курсе мы пройдем всю необходимую базу, которая поднимет вас до следующего уровня. До уровня intermediate. Этот первый шаг всегда будет самым сложным, поэтому позвольте мне вам помочь, так как мне в свое время никто не помогал. Друзья, надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо огромное за просмотр. Это то, о чем учителя английского вам не скажут, потому что они, в принципе, об этом, многие из них об этом не знают. На ютубе столько всякой информации по поводу изучения английского, и это круто, но будьте осторожны с тем, от кого вы ее принимаете. Простым показателем будет уровень английского этого человека, и здесь не нужно быть экспертом. Просто ответьте себе на несколько вопросов. Впечатляет ли вас английский этого человека? Видите ли вы искру в глазах реальную страсть от этого человека? И кринжуетесь ли вы, когда вы слышите английский этого человека? Простые вопросы, на которые вы сразу, моментально можете получить свои ответы. Информации очень много, поэтому фильтруйте ее, занимайтесь, добивайтесь ваших целей, и знайте, что вы такой не один или не одна. Таких людей здесь много. Спасибо огромное за просмотр. С вами был Веня Пак, и увидимся с вами в следующем видео. До свидания.